В эти выходные Внуковская школа распахнула свои двери. Правда, не для учеников, а для избирателей. На базе образовательного учреждения развернулось сразу два участка для голосования. Как известно, в этом году выборы прошли в три дня. Первый день голосования выпал на пятницу, когда в школах все еще идет образовательный процесс. Чтобы ограничить лишние контакты учеников с жителями, образовательный процесс прошел в непривычном формате. Мы скорректировали свой учебный план и развели потоки детей. В основном дети приходили у нас начального звена, дистанционно у нас учились дети с 6 по 11 класс, но ходили они у нас не по первому этажу, а по второму. После того, как завершится у нас избирательная кампания, мы обязательно проведем санитарную обработку. В единый день голосования на избирательном участке во Внуковской школе свой выбор сделала депутат Московской областной думы Марина Шевченко. Однако Внуковская школа не единственный участок, где она побывала за эти три дня голосования. Я посетила примерно пятую часть избирательного округа и везде обстановка спокойная, деловая. Люди говорят, что очень удобно. Три дня есть выбор, чтобы и домашним делам оставить место, и все-таки воспользоваться своим избирательным правом. На всех избирательных участках в городском округе, а их больше сотни, следили за санитарными мерами. Обязательная термометрия и соблюдение масочного режима. На одном из них в Центральном дворце культуры созвездия проголосовал Илья Поначевный. Глава округа пообщался с избирателями и оценил работу участковой комиссии. 104 участка открыто, плюс один дополнительный в больнице. Я хочу сказать, что на сегодняшний момент у нас никаких серьезных замечаний, нарушений не выявлено. Я благодарю за это и наших сотрудников, которые на участках работают, и в комиссии, и, конечно же, тех наблюдателей и тех кандидатов в депутаты от разных партий, которые наблюдают, помогают комиссиям работать честно, безукоризненно, по закону. Следом за главой на том же участке проголосовала 19-летняя Софья Бахметьева. Для нее эти выборы первые, так что она к ним подошла со всей ответственностью. Ну, пришлось почитать различные программы, изучить, ну, кто какие люди, какие люди заходят, вот. Ну, а и так, кто понравился, за кем будущее. В Доме культуры «Современник» избирателей встречали с оркестром. Особая торжественная атмосфера выборов прямо с порога. Ольга Алейник с трепетом вспоминает свое детство, когда она еще, будучи ребенком, ходила со своими родителями на выборы. Сегодня на избирательном участке она уже со своими детьми. И надеется, что такие же воспоминания останутся в их памяти. Это был такой праздник, это мама всегда красиво одевала, наряжала, заплетала косички. И шли мы, ну, радостные, нам нравилось. Поэтому я тоже пришла с детьми. Я просто хочу, чтобы дети знали, что нужно приходить голосовать, что нужно выбирать самим свое будущее. То есть, чтобы не кто-то за нас выбирал, а чтобы мы сами выбрали его для своих детей. А вот Алла Ларина раньше на выборах бывала нечасто. А теперь женщина поменяла свои взгляды и решила наверстывать опущенное. Теперь вот я действительно понимаю, что самое главное все-таки отдать свой голос. Потому что если ты хочешь что-то добиться, нужно сказать свое слово. Поэтому я теперь буду каждый раз ходить сюда. Более 56% жителей Дмитровского городского округа приняли участие в голосовании. В результате подсчетов определились лидеры. 55,5% участвовавших в выборах избирателей отдали голоса за фракцию «Единая Россия». На втором месте КПРФ их поддержало практически 15% избирателей. На третьем – ЛДПР. За них проголосовало чуть более 9,5%. Среди кандидатов депутата областного парламента абсолютным лидером стал Александр Орлов. Он набрал более 57% голосов. На выборах в Государственную Думу более 40 тысяч жителей округа поддержали Ирину Рыднину. Все? Спасибо.